Люди, которые, насколько я знаю, имеют непосредственное отношение к разработке ReSharper, очень сильно, очень активно и сейчас, что самое главное, перешли и делают для многих это мечта, кто-то желание, кто-то хотел, разрабатывают райдер. Райдер IDE и Дима Иванов, тех лид, JetBrains Rider, а Кирилл, насколько я знаю и не ошибаюсь, тем лид этого проекта, то есть люди, которые имеют непосредственно тому, как оно развивалось с нуля, вырастили и продолжают развивать. Я думаю, для нас это очень хорошая возможность узнать, скажем так, как я говорю, from the source, что это такое, как это пользоваться, как это ребята используют и как можем применять это мы. И заодно, я думаю, для нас хорошая возможность напрямую задать людям такого уровня вопросы, может быть, дать какой-то фидбэк, потому что мы немножко так еще и Enterprise, у нас есть и маленькие и большие проекты, чего нам не хватает, что бы мы хотели, может быть, пробовали, что нас остановило и тому подобное. Может быть, чего-то мы не знали, потому что это то, что появилось недавно, но так стремительно развивается. Ну, я думаю, что это будет очень круто и интересно и нам, и ребятам. Вот, и я думаю, что ребята больше расскажут о себе, вот, что как, чем занимались, я думаю, что есть чем похвастаться и будем тогда начинать. Так, еще раз всем привет, меня зовут Дмитрий Иванов, я технический райдер и разработчик ядра в Решартере. Сначала очень коротко хотел бы рассказать, как мы вообще дошли до райдера. В 2014 году Microsoft анонсировала планы на создание своей IDE, создание не IDE, создание на вынос дотнет-кора. И приблизительно тогда же, в 2014 году, Решарперу стало очень тесно со студией в одном процессе, потому что студия постоянно росла, она занимала больше памяти. Как раз тогда недавно появился Рослин и стало понятно, что нам в одном процессе будет очень тяжело ужиться. Соответственно, вот эти два обстоятельства, появление анонсирования дотнет-кора и проблемы по памяти, привели к тому, о чем, в принципе, мы мечтали давным-давно, это сделать собственное IDE. Иде мы решили делать на платформе IntelliJ IDEA, то есть это сейчас лидер рынка для Java и для WebStorm. И, в общем, у нас, я думаю, вы все в курсе, что у нас есть куча IDE для других языков. Было много интересных мнений. Первое мнение – это то, что надо было переписать все анализы, все то, что сделал Решарпер за 10 лет на Java. Вот, слава богу, от этого отказались. Второе мнение было то, что нам нужно идти в тренде со временем и делать HTML-интерфейс. Но от этого тоже отказались. И, в конце концов, появилось такое решение, как райдер. То есть у нас есть бэкэнд, который написан, то есть, по сути, это Решарпер, который запущен в отдельном процессе. И у нас есть фронтенд – это платформа IntelliJ IDEA. Мы понимали требования времени, что там Java-интерфейс на свинге, чтобы он был вкусно выглядел для 2017-2018 года, его нужно очень сильно доводить напильником. И я надеюсь, то, что я сегодня покажу, вас не разочарует. Что бы мне хотелось еще сказать вам, перед тем, как мы начнем. Обычно я провожу доклады на сугубо технические темы, про конкуренции, какие-то кишки разные. Сегодня это вот такое исключение. Большое спасибо Игорю, что он организовал эту встречу. Мы с ним познакомились на конференции и, в конце концов, удалось провести вот такой вебинар. Это будет рассказ о том, что мы сами используем в райдере, потому что райдер, понятно, мы разрабатываем на джаускую часть, мы разрабатываем на идее, а дотнетскую часть мы разрабатываем на райдере. То есть мы непосредственно втянуты в докфудинг, в процесс улучшения райдера. И, конечно, там любая неоптимальность, любая проблема, которая возникает, мы ее стараемся решать как можно быстрее, но что мы сами в этом заинтересованы. Сегодня я расскажу о том, про самые простые сценарии использования райдер. Так как мы подтянули весь Решарпер, у нас есть больше тысячи различных инспекций, сотни квикфиксов и больше сотни фич, которые, конечно же, я не смогу все осветить. Мой поинт сегодня в том, чтобы рассказать, как использовать райдер удобно, как мысль, которая пришла вам в голову, максимально быстро воплотить в коде. Соответственно, IDE, это прослойка между вами и кодом, и она должна решать, то есть позволять высокоуровневые мысли, которые у вас произошли в голове, их максимально быстро воплотить в код. И эту задачу мы постоянно решаем, и это вообще основная миссия райдера, то есть быть максимально удобным и максимально быстрым. Так, давайте начнем, запустим райдер. У нас есть сейчас... Дима, сори, что я перебил, но ты скрин не шаришь. Ага, хорошо, да. Спасибо. Все видно, да? Сейчас идет еще. Пока еще нет. Так. У меня пока... Ага, все. Готово? Нет. А пока еще, пока еще нет. Я сделаю тебя презентером, попробуй еще раз. Давай. Дима, ты с нами, потому что показалось, что и звук пропал. Кирилл, а ты нас слышишь? Слышу, слышу, да. Угу. Сейчас я переджойнюсь тогда. Хорошо, давай, переджойнся. Скайп по бизнесу, походу, разрешает только один раз показать скрин и остановить, и потом... Я вчера записывала видео, и записался много раз в блог. Так что я не знаю, что они там проимпровили, но явно не в нашу пользу. Давай я чуть-чуть в кранце расскажу про то, как это внутри устроено, чтобы понимать контекст фич. Хорошо. Кирилл, ты был замьютан. Ага, сейчас слышно меня? Да, отлично. Вот, смотрите, что мы сделали, как Дима уже сказал, мы взяли ReSharper, вынесли его, значит, из студии в отдельный процесс, как бэкэнд, со всеми его тысячами фич, которые мы все любим, навигация, код инспекции, все, и соединили его с идеей, как фронтенд. Вот, и поэтому мы, по сути, забесплатно, соединив не каждую фичу, которых очень много, и мы бы запарились это делать, а соединив вью-модель каждой фичи, мы забесплатно получили сразу все. Грубо говоря, соединили хайлайтинг модель, получили сразу все хайлайтинги. Соединили alt-enter вью-модель, получили все, все alt-enter, и так далее. Просто, я к чему это говорю, вот, все, все, что вы увидите, все фичи, которые вы увидите, это практически полностью, там, на 90, не знаю, 8%, повторяют все то же самое, к чему мы привыкли в ReSharper. Чего-то, конечно, не хватает, там, каких-то, у нас диаграмм, например, не хватает, type hierarchy пока нет, но в целом все остальное есть, даже такие вещи, как call value tracking. Вот, еще что дает этот подход, помимо того, что мы на халяву получаем кучу-кучу фич ReSharper, как бэкэнда, мы еще и получаем фичи и идеи, как фронтэнда. А идея, это тоже очень мощная платформа, во-первых, на ее основе есть другие продукты, которые релевантны .NET, да, это WebStorm, например, для поддержки веба и всех этих тысяч вебовых фреймворков, вы лучше меня разбирайтесь, наверное, в них. Вот, это DataGrip, который поддерживает SQL, работа с базами данных, ну и прочее, там, Python, может, кому-то нужен, да, и все это, опять же, мы, грубо говоря, одним кликом, добавлением референса на определенный модуль получаем на халяву. Вот, собственно, такое небольшое вступление было. Так, ну как, мой экран виден? Экран видно. А, ну все, отлично, так, да. Давайте начнем с запуска райдера. Обычно я запускаю так, у нас есть тулбокс наших продуктов, вот. Запустим его отсюда. Первый флоу, который я хочу показать, это открытие OpenSource проекта. Давайте возьмем самый, по-моему, самый популярный проект .NET, ну или, по крайней мере, один из самых популярных. Называется MonoCesil. У меня есть линка. И откроем вот здесь. Вот у нас стартовая страница райдера. Начнем с Checkout from version control. Укажем проект, скажем, клон. Немножко подождем. Тут это зависит от качества интернета. Да, и у нас загрузится наш проект MonoCesil. Собственно, все, загрузка произошла. Вот здесь справа запущен solution-анализ, то есть райдер автоматически по умолчанию начинает анализировать весь проект на наличие ошибок. Так, с чего начнем? Начнем с того, что сделаем IDE удобной для себя. Что я под этим понимаю? Для начала, то есть здесь есть привычные для вас области. Это область редактора, область solution-эксплорера и довольно много разных значков повсюду, которые мы постарались спрятать, которые не должны вас пугать. Дима, ты пропал куда-то? О-оу. Может, с коннекшеном проблемы какие-то временные. Угу. А, 66 участников и все. Ограничения. Да, причем здесь. Что, Дима пропал куда-то опять, да? Не-не, у нас было комьюнити, на котором было больше 80 человек. Мне кажется, что это... Мне кажется, что это... Так, я прошу прощения. Не знаю, по какой причине меня отваливает. Алло. 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 Я не знаю, почему я не знаю. Так, еще раз делаем present desktop. Present. Так, your presenting. Лоудинг. Видно, да, меня? Да, лоудинг. Хорошо. Так, мы закончили на том, что загрузили проект Mono Cecil и настраиваем вид, чтобы он был привычный для нас. Давайте начнем с системизации. Я выберу Visual Studio Dark. И вот у нас становится проект темный. Давайте уберем еще line number, если вы не хотите захламлять рабочее пространство. В райдере мы пришли к тому, что у нас есть единая кнопка для вызова всех акшенов, всей навигации, практически всего. В моей раскладке это кнопка Shift-Shift. И вы можете запустить любой акшен, в том числе поискать в сеттингах. Нам нужно убрать line number. Это обычно в сеттингах эдитора. Кроме того, для работы удобно расширить экран до конца. Ну и, собственно, вы таким образом переходите в режим редактирования. Прежде чем рассказать про различные tool-окна, у нас доработал solution-analyze. Давайте посмотрим, что он анализировал. Во-первых, ошибок в проекте нет. Однако, есть, судя по всему, довольно большое количество ворнингов, а именно 3037. И вы можете открыть любой ваш проект и идти по ворнингам, полномерно их изводя. Давайте откроем первый из них. Он довольно смешной. Говорит о том, что у нас имя локальной переменной не соответствует тому, что прописано в настройках. В райдере, как я сказал, мы интегрировали все QuickHicks из ReSharper. То есть, ReSharper по Altender предлагает вам набор действий, которые вы можете применить прямо на ходу. Вот здесь он предлагает переименовать документ ID в документ подчеркивания ID. И окей, мы это сделали. Переходим к следующему ворнингу. Видите, тут он показывает, что Qualifier System вам не нужен. От него можно избавиться. Но системов много, поэтому у нас есть возможность QuickFix, который удалит Redundant Qualifier везде в файле. Следующая проблема. Еще один QuickFix. Можем запустить этот QuickFix везде в Солюшене. Соответственно, в райдере нам удалось подтянуть все возможные QuickFix, которые есть в ReSharper. И постоянно те QuickFix и ошибки, которые в ReSharper есть, они автоматически появляются в райдере. Кроме того, мы можем в какой-то момент решить, что этот ворнинг – это не настоящий ворнинг, и он нам не очень интересен. И понизить его приоритет. Скажем, с ворнинга до Солшешена. Он автоматически пропадет у нас из общего списка. Общий список живой. То есть, чтобы вы не изменили, допустим, меняем название функции. У нас появляются ошибки. Мы убираем ошибки. Мы убираем ворнинги, видим здесь ошибки. То есть, порядок действий с Солюшен-анализом следующий. Это довольно частый кейс. То есть, ты открываешь, ты сначала правишься ошибкой, потом правишься ворнинг, и потом начинаешь работать. Хорошо. С этим закончили. Давайте перейдем к анализу дальнейшему тулокон, который у нас есть. Так, ворнинги мы выключили. Следующее тулокно, которое я хотел бы показать, это юнит-тесты. У нас открыт юнит-тест-эксплорер. Юнит-тест-эксплорер показывает все тесты, которые есть в проекте Бонос и Сил. Допустим, мы перейдем к какому-то из этих юнит-тестов. Буквально любой. Переходим в док-коммент-ид-тест. И, что мы хотим? Первым делом мы хотим запустить тесты. Собственно, это делается несложно. На все действия, которые я делаю, есть шорткаты. Я просто показываю через мышку, чтобы это было лучше видно. В последней версии райдера появилась такая замечательная вещь, как дебаг external source-off. То есть, что происходит? Мы запускаем дебаг. Встаем на бракпойнте. Идем внутрь. Идем внутрь. Идем внутрь. И, внимание, в какой-то момент мы попадаем в external source-off. То есть, в то, чего у нас нет, что находится в дилеринге, что декомпилируется прямо на лету. И ходим по ним, как по обычным source-ам. Для этого ничего не нужно делать. То есть, у вас все настроено по умолчанию. В external source-ах точно так же работают бракпойнты, точно так же работают остальные фичи. И точно так же работают для примера все, что вы привыкли видеть в дебаге. То есть, это переменные. Кроме того, в дебагере мы недавно сделали полноценную поддержку многопоточного дебагинга. То есть, вы можете обратить внимание, у вас есть окошки frames, которые показывают фреймы текущего труда. Трэдс и ультимативное средство для отладки – это Parallel Stacks. То есть, здесь вы видите полную картину того, что происходит у вас в программе. Фиолетовые названия – это SD-Lelic, белые названия – это Сорцовые. Ну, собственно, ничего удивительного. То есть, здесь мы просто привели райдер к нормальному интерпрайз-состоянию, чтобы он позволял, чтобы это был полноценный Enterprise IDE для отладки как многопоточного кода, так и кода внутри D-Lelic, так и обычного Сорцового. Я просто хотел сказать, что фича по дебагу external кода, она весьма уникальная. Это умеет делать, может быть, кто-нибудь в курсе Reflector Pro, такая Тулзовина есть, которая, я не знаю, как сейчас, раньше она стоила как самолет, она была жутко медленной и важной, и была только для студии. Теперь это out-of-the-box есть в райдере, и мы сами не нарадуемся, потому что вот мы сейчас, например, пишем поддержку NT-фреймворка, которая будет 18.1 точно уже. И приходится часто залезать внутрь Сорцов NT-фреймворка, дебажить, и все быстро, все летает, действительно очень полезная штука. Я потом чуть-чуть попозже покажу, как точно так же с помощью нее можно дебазить внутренности ASP.NET Core. Извините, вопрос, а это именно декомпиляция, или вы как-то подбираете Сорцы? Здесь есть, то есть сейчас это декомпиляция, то есть мы на лету декомпилируем, на лету генерим ПДБшку и степаемся. Но если у человека есть свои ПДБшки и свои Сорцы, то мы об этом покажем, расскажем, и у человека будет возможность подсасывать свои Сорцы, а не декомпилировать. Также там есть какое-то технологическое, я забыл, как называется, господи, чтобы линковать Nougat пакетах Сорцы рядом с собой под ПДБшками. Это тоже 18.1 будет поддержано. В 17.3, последняя релизная версия райдера, она сейчас доступная, мы поддерживаем только декомпиляцию и ПДБ, если они подложены, рядом есть Сорцы. Да, я хотел показать, как отличить Сорцы. Вот вы зашли в какие-то Сорцы, которые явно не ваши Сорцы. Как отличить, декомпиленны они или взяты из ПДБшки? Мы сверху пишем вот такие комментарии, если они декомпиленны нашим декомпилятором, то вы получите вот такое. Если такого комментария нет, то вы находитесь в Сорцах из ПДБшки подложенной. Так, ладно, возвращаемся из дебага. Здесь я показал две фичи, это юнит-тесты, которые прошли, и декомпиляция. Кроме того, вы, наверное, используете для навигации самые привычные два инструмента. Это таббики сверху и Солюшн-эксплорер справа. Давайте покажем его. Кроме таких банальных средств, я в своей работе в основном пользуюсь способом навигации через Recent Files, то есть это Shortcut Ctrl-E в моей раскладке. Здесь показаны файлы в том порядке, в котором мы их открывали, и специальным цветом выделены файлы, которые у нас декомпиленны, и файлы с изменениями. Кроме того, в Recent Files, или вот если мы нажимаем Ctrl-Tab, у нас виден список всех, кто локон, доступных в приложении. Это окно Build-Az, Solution Explorer, Favorites, они же закладки, если кто пользуется дебага, To-Do, юнит-тестов, вершин-контролла и так далее. Соответственно, моя навигация, моя работа в IDE, я никогда не пользуюсь закладками сверху, очень редко, и очень редко пользуюсь Solution Explorer, потому что проект, в котором я работаю, там больше 200 солюшенов. То есть, чаще всего, да, больше 200 проектов. То есть, я использую Ctrl-E или Recent Edits, Ctrl-Shift-E, у нас есть два файла, которые мы поредактировали. Чем хорошо то, что мы использовали IntelliJ IDEA? В нее встроена поддержка ВЦС. Мы используем ГИД, и я немножко покажу сейчас, что это такое. Это tool-окно вершин-контролла. У вас есть полное представление о вашей изменении вашей локальной копии. Вот здесь показаны три файла, которые мы изменили. Unversioned файлы, которые мы меняли. Лок, который пришел с сервера. Кроме того, в редакторе, вот снизу вы видите ветку, на которой мы находимся. Это Gitmaster. То есть, вы можете с помощью, прямо не выходя из DE, заниматься такими вещами, как MERSH, Rebase. Давайте сделаем Checkout. Он говорит, что при Checkout файл, который мы изменили, он перетрется. Давайте мы сделаем Don't Checkout. Сейчас я покажу еще одну фичу. То есть, скажем, коммит, открываем коммит диалог, открываем все файлы. Сделали реверт и делаем Checkout. Ага, отлично. А есть эта линка поддержка GitFlow? Сейчас нет. Кирилл, поправь меня, если я не прав. Нет, без проблем. Просто интересно. Это было бы вообще классно. Ну да. Насколько я знаю, что у нас... У нас это команда, которая занимается VCS. Это идеевская команда. Они озабочены этой проблемой. Про GitFlow. Но сейчас нет. То есть, это вот не в райдере происходит, это просто поддержка IDE, IntelliJ IDE. А, как у вас билд происходит? Чем вы билдите? Чем вы билдите систему? MS-билд или ваша система? Да, я сейчас чуть-чуть попозже к этому перейду. Да, по поводу GitFlow. GitFlow поддерживается, нужно плагинчик установить. Поскольку плагин писали для идеи, но еще раз, возвращаясь к теме фич, которую мы получаем на халяву, поскольку мы на платформе IDE, как и на платформе ReSharper, мы все эти плагины тоже поддерживаем. Поэтому GitFlow integration плагин для IDE, он доступен также и для райдера. Да. Так, идем дальше. ToolOkna, который еще хотел сказать, ToDo, если кто ими пользуется. У нас есть общая навигация по всем айтемам ToolOkna. То есть, смотрите, они все свернуты по проектам, по чему-то такому. Можем добавить больше фильтров. Вот так, например. И навигация через Ctrl-Alt вниз. То есть, вы можете быстро прыгать по любым айтемам. Это относится ко всем ToolOkna, к ToDo, к FindUsages, к CodeInspections. То есть, буквально ко всем. То есть, опять же, задача одним хот-кейм – выполнить ваши мысли-действия. Так, давайте закончим с MonoCC и перейдем на более реальный проект. Это проект райдера. Собственно, тут можно посмотреть, сколько грузится реальный проект в режиме ход. То есть, кэши уже прогреты. Мы выполняем загрузку. Выполняем загрузку кэшей. Некоторые файлы не прогреты. Остались с предыдущего раза. Все. Проект загружен. В нем 222 проекта и приблизительно 50 тысяч файлов. В дальнейшем здесь видно, что у нас загружается solution-analyze. То есть, solution-analyze на нашем проекте идет приблизительно полчаса-час. Ну, зависит от машины. Ну, а, конечно же, кэшируется между сессиями. В проекте типа ReSharper невозможно навигироваться с помощью solution-explorer. Потому что вы, конечно же, не знаете, где лежат ваши файлы. Вы просто не помните это. Ну, и, конечно, не можете навигироваться с помощью табиков. Навигация у нас, как я уже говорил, она вся включена в GoToEverything. То есть, это Ctrl-N в студийной раскладке или Shift-Shift в райдерной раскладке. Кстати, такой стандартный случай, опять же, чем я пользуюсь. Когда прихожу на машину коллеги, у него стоит студийная раскладка. Все делается очень просто. Вы видите, Quick, опять же, Shift-Shift, Map, Visual Studio. Все, раскладка переключена. У вас работает, например, Ctrl-T. Ctrl-T и тут является все, что я говорю. Давайте вернемся обратно. То есть, опять же, такой use case, когда вы приходите на машину коллеги, у него другая раскладка. Навигация. Я знаю, что у меня есть класс solution-analyze-manager. Каким образом я его найду? Я нажимаю Ctrl-N или GoToEverything, в данном случае GoToClass. И ввожу первые буквы с каждого хампа. Сработало бы и так. Solution-analyze-manager. Но тут, возможно, чуть больше мусора. Итак, Solution-analyze-manager. У нас, таким образом, есть навигация на любой класс. Если я знаю, что у меня... Если я хочу навигироваться на какой-то метод, внутри класса я нажимаю Ctrl-L12 и выбираю среди методов, которые здесь есть. Опять же, работает быстрый поиск. Окей. Можно соединить две этих навигации в GoToEverything. Допустим, Solution-analyze-service-imple. Нет. Где-то, видимо, нет. Да, то есть я записал хампы. Через точку хампы. Я думаю, всем понятно, что это такое. Это когда у нас в Camel-хампы, то есть большие буквы в слове. То есть это у нас Solution, это Analysis, это Service. И через точку записали метод. Таким образом, мы навигируемся на любой метод в Solution, когда мы знаем его класс или приблизительно знаем класс. У нас поддерживается в том числе... Часто, если у вас не та раскладка написана, допустим... Сейчас я написал JetConcureNQ, но только по-русски она получилась. Тем не менее, навигация сработала. Кроме навигации, я бы хотел рассказать немножко про Find Usages. Он практически такой же, как в ReSharper, но тут есть возможность идеи про группировки. Давайте поищем использование. У нас, как вы обратите внимание, есть безумное количество разных значков, которые позволяют вам кастомизировать то, как вы будете видеть использование. Например, отменив их все, все ваши использования будут записаны в плейлисте. Ну и, собственно, можем вернуть. Я лично предпочитаю в своей работе какую-то стандартную кастомизацию, скажем, класс плюс метод, но вы можете настраивать, если у вас стоит немножко другая задача. Навигация через Usages, она, опять же, как я уже говорил, вызывается с помощью метода Ctrl-Alt-Вниз. Далее. Кроме того, есть Find Usages локально в файле. Если вы хотите найти, скажем, использование все конструкторы JetConcure and Queue в файле с тестом, вы вызываете Search in File и перемещаетесь по нему с помощью клавиши F3. Это тоже довольно активно используется. Так. И, наверное, последнее, о чем я хотел рассказать с точки зрения Finder, это то, что можно посмотреть использование, скажем, у вас есть референсы в проекте, вы можете посмотреть на все использования референсы в проекте. референсы системы XML. Как видите, у вас 67 использований в проекте IDE, и по ним точно так же можно перемещаться. Так. Хорошо. И такое мало... То, о чем мало люди знают, это Analyze Data, то есть Data Flow. Допустим, мы хотим смотреть, какие значения приходят в переменную name в этом файле. Мы запускаем Inspect This, Value Origin, и идем по коду, и видим весь Data Flow, который приходит в данный параметр. Доходим до самого конца. Если дерево чуть больше, то у вас есть полноценное дерево, вы можете посмотреть все параметры и таким образом понять весь колоб значений, который приходит в данный параметр. про ReSharper Build. У нас в Солюшене 200 проектов, соответственно, использовать стандартный билд довольно проблематично, потому что, если вы что-то подредактировали где-то в одном из корневых проектов, у вас будет бесконечный запускаться, бесконечный билд. Поэтому мы используем ReSharper Build. Он настраивается здесь. Здесь, по-моему, он стоит у нас по умолчанию, если я ничего не путаю. Build, Toolset and Build. Да. User Sharper Build. Что-нибудь поправим. Запустим Build. Да, но это, видимо, у меня самый первый билд. Поэтому это какое-то время займет. А, нет, ну не первый. Дима, пока билдится, тут вопросы такие были. А вот смотри, по поводу... Забилдилось уже. Ага, супер. Ну, я тогда вопрос задам один. Смотри, какой-то скафолдинг есть для проекта, вот когда создаем новый проект, например, там создать контроллер или там добавить, ну, скажем так, как Visual Studio, вот есть привычный там скафолдинг генерации. Поддерживает? Да, и сейчас Кирилл будет рассказывать про то, как создавать новые проекты. Чуть позже. Ага, хорошо, супер. То есть, как хорошо работает ReSharper Build? Он смотрит на ваши изменения, и если вы поменяли публичную апишку, то он... Если не поменяли публичную апишку, то он вообще ничего практически не перебилживает. Если поменяли, то он эвристически пытается понять, какие проекты нужно перебилдить. Работает более-менее надежно, но если вдруг не работает, скажем, сколько, наверное, 5% случаев, когда это может сломаться, там, 3%. Вы можете запустить ребилд, и проблем нет. В остальных случаях это экономит кучу времени. Закончили с ReSharper. Наверное, последнее, что я хотел бы показать, это мульти-таргет фреймворочность. Откроем проект Benchmark.net. Такой, наверное, самый популярный фреймворк для бенчмарков на Детнете. Да, на это, видимо, не первое открытие. Все, закончили с Benchmark.net. Это мы уберем. Сейчас современная разработка подразумевает, что у вас есть проекты под как большим фреймворком, так, над стендартом, так, коры. И если вы, скажем, разрабатываете библиотеку, то она должна работать в различных окружениях. Обычно это выглядит следующим образом. В проекте у вас указан набор таргет-фреймворков, для которых происходит итоговая компиляция. Соответственно, у файла появляется несколько контекстов. Вот, например, Analyzer Base. У него есть контексты, которые указаны в проектном файле. И, открыв в другом контексте, вы можете увидеть другие эксепшены, вообще другой файл, если у вас включена условная компиляция, скажем, по-другому константы настроены. Давайте покажу небольшую штуку. А можно сразу несколько контекстов? Одновременно несколько контекстов? Да. В одном редакторе? Ну, банально, это бач-билд в студии, чтобы я увидел, например, все проблемы под всеми контекстами, потому что я могу банально забыть свичницу на какой-то другой. Да, я сейчас чуть-чуть попозже, давайте прямо сейчас к этому и перейду. То есть, какое мы решение для этого придумали, для проблем под разными контекстами? Давайте тесты, откроем какой-нибудь не самый популярный проект и создадим новый файл. Да, вот вам автоматически среда предложит добавить в version control, скажем, да, допустим. и напишем что-нибудь такое thread. Трэд номер барьера. Давайте так. С интерлокидом нормально живет. Все-таки нравится. Так, custom pass. Давайте, допустим, сюда добавим нет. Так можно? Ага. Так, вот у вас все перебилдилось, но у нас, видимо, этот пакет GET еще используется, поэтому, точнее, он использует какую-то библиотеку, которой нет для неткора 1.1. В проблемах solution-анализа у вас видны проблемы для всех контекстов. Например, развернув конкретную проблему, вы понимаете, что для контекста 1.1 она существует. Контексты можно убирать, контексты можно показывать, соответственно, вам не обязательно переключать контекст здесь, хотя это можно сделать, чтобы понять, какие у вас проблемы. То есть все проблемы, они указаны в solution-анализа для всех контекстов. Вот. Я ответил на вопрос? Да. Так. Сейчас я хочу найти какой-нибудь интересный проект с уже несколькими контекстами. А, вот давайте. Давайте перенесем сюда контекст тест. и посмотрим на проблемы. Мы увидим, что memory barrier memory barrier под netcore 1.1 не компилируется, а под 2.0 замечательно компилируется. Давайте назовем это как-нибудь full, чтобы он не возбуждался. Что нам подойдет вместо thread memory barrier? Наверное, там что-то есть в netcore. Это interlocked memory barrier. Если посмотреть на документацию. стандартной документации не указано, да. Но, в общем, interlocked memory barrier, если мы его добавим, то у нас пропадут все проблемы. И кажется, все хорошо. Но, скажем, если мы сделаем вот так, добавим новый контекст. нет, 3.5. Ctrl S. Обратите внимание, у вас все на лету перезагружается, синхронизируется, загружает пакеты. А, вот так, наверное, правильно. Ага. Вот, пошел солюши анализ. Конкретно в данном файле мы теперь можем переключиться на фреймворк 3.5 и увидеть, что interlocked memory barrier его нет для 3.5. Зато замечательный есть thread memory barrier. Это, как оказалось, в net нет опишки для memory barrier и еще нескольких других функций, которые бы работали во всех контекстах. То есть, в netcore работает вот это, вот это, в netcore 1.1, в net.3.5 работает вот это. Вот это у нас вызвало некоторое удивление. Ну и, собственно, пришлось писать свой метод. На этом я свою часть хотел бы закончить и передать слово Кириллу. Если есть какие-то вопросы, можно сейчас задать. Давайте мы вернем проект в исходное состояние. Стояние. Так, ну что, я тогда шарю свой экран, да? Да. Так, надеюсь, все пойдет классненько. А я пока не знаю, что это... Дима, есть тфс-тфс-тфс-тфс-тфс? Ничего, ничего не слышу. Да, интеграция с тфс-тфс, да. И, мало того, она забандленная, вот, и более того, этот плагин, который мы бандлим, поддерживает Microsoft. Это, конечно, удивительный случай, когда мы сотрудничаем вместе, это что-то как-то работает даже. Вот. С тфс-тфс-тфс-тфс-тфс, на самом деле, ну, основной workflow, основные use case, и все это поддержано, есть какие-то проблемы, безусловно, вот, и мы их итеративно решаем. Либо мы полреквестим, либо они фиксят. Вот, здесь важно еще понимать, что ТФС бывает разный. Есть старый ТФС, есть новый корный или как-то так. Да, да, да. Для старого ТФС есть плагин от JetBrains для идеи. А для нового ТФС, как раз это то, о чем я и говорил, для нового ТФС мы используем, мы бандлим микрософтовский плагин. Просто, чтобы, если у вас есть старый ТФС, нужно понимать, что нужно, наверное, скорее всего, микрософтовский отключить, который забандленный, пойти в плагин и, собственно, установить идейский. Кстати, всем виден мой экран, да? А у тебя что сейчас на экране? У меня сейчас скайп, вот эта вот вся презентация. А знаете, получается, орган, да? Да, да, да. Да, видно. Ага, супер. По поводу плагинов, смотрите, опять же, можно сказать, вот это вот такая точка входа для всех фичей, фича это Search Everywhere. В принципе, пользователи ReSharper знают эту фичу, то же самое, Ctrl-N или Ctrl-T. Кстати, правильно понимаешь, что здесь почти все они используют ReSharper? Я думаю, да. Я думаю, да. Думаю, все это нормально. Вот, собственно, та же самая идея, немножко другая реализация, потому что, если я здесь, не знаю, тайплю плагинс, да, у меня сначала есть секция классов, потом секция символов, потом экшены, потом сеттинги. Вот, то есть я могу найти, в принципе, все. В ReSharper оно все смешано в одну кучу, вот, кому-то кажется это удобнее, кому-то нет. Вот, но здесь я могу уйти в меню плагин, в общем-то сказать Browse Repositories и начать искать среди огромного, в огромной галерее идейских плагинов то, что мне нужно. Вот. Я хочу показать в своей части больше про Web и Core, хотя я не являюсь разработчиком, поэтому простите, пожалуйста, мою некомпетентность здесь. Вот. Наверное, лучше всего рассказали бы про это наши девы-адвокаты, которые в этом собаку съели. Но как смогу, так расскажу. Собственно, сейчас он... Да, я на Маке, как вы заметили. Вот. У меня в райдере открыт огромный, совершенно бомбический салюшен. Называется он Orchard. Это CMS-ка такая, достаточно известная. Это Core-ный проект. Здесь очень много всего есть. Ну и, собственно, да, я его здесь могу билдить, я его могу здесь запускать, могу здесь делать с ним все, что угодно. Например, например, я хочу его запустить, и для того, чтобы его запустить, нужно, наверное, нужно, наверное, остановить уже запущенный, если все закрыть, нужно понять, что такое ран-конфигурация. Ран-конфигурация это такая концепция, когда пользователь райдера создает то, что он будет запускать или дебажить, оно сохраняется, он может это шарить со своей командой, а на самом деле запускать он может очень много чего. Вы видите, тут огромное количество непонятных мне слов, а какие-то понятные там в духе джаваскриптовых фреймворков. Все вот это, большая часть вот этих ран-конфигураций пришло к нам из-за веб-шторма, который забандлен вместе с райдером. Кстати, вопрос публики, многие ли вообще знают и пользуются веб-штормом? Веб-шторм это наша IDE-шка тоже от JetBrains для джаваскрипта. Не буду говорить для фронтенда, потому что сейчас на джаваскрипте, как известно, пишет и БКН тоже. Так вот, здесь что я сделал? Я говорю, ну давайте я допустим удалю это, надеюсь, это будет работать. Так, я говорю dotnetproject, я хочу назвать это maranconfig, я хочу здесь найти проекты, которые я могу стартовать, ну, наверное, я хочу стартовать вот этот проект под таким-то таргет-фреймворком, у него только такое, потому что такое объявлен в дескрипторе CSproject. я говорю окей, вот у меня появилась myranconfiguraция, я могу спускать, могу ее дебажить. Собственно, давайте запустим, вначале мы делаем билд через тот же самый solutionbuilder, я надеюсь, что он быстро сейчас побилдит, и мы не будем полчаса ждать. вот. Да, пока он билдит, немножко покажу про другие части WebStorm, интегрированные в Rider, то есть, например, если я если я хочу открыть какой-нибудь JavaScript файл, то ой, JavaScript криптовый даем или JSON файл, .config файл, то поддержка IntelliSense, Resolve, все это нам дает встроенный WebStorm. Попробуем, например, какой-нибудь .js файл здесь найти. Вот, например, такой какой-то совершенно огромный файл. Сейчас анализы только что были запаузаны, потому что это был билд. Вот, но сейчас билд закончился, анализы запустились, и вы видите, что все подхайлайтилось, подкрасилось, везде здесь работает completion, altenter, ну и все то, к чему вы привыкли. Вот это вот, еще раз, вся эта функциональность, это функциональность WebStorm, которая считается для нас сейчас primary IDE для веба. Так, пока я все это показывал, у меня сбил за свой проект, и даже запустился, и вот тут в консоли пишется, что у меня ранится моя CMS-ка. Посмотрим, запустится она или нет. Да, собственно, я запускаю, это корный проект, ура, она запустилась. Вот, одна из крутых штук, которые у нас есть, это REST Client встроенный, где вы можете посылать, какие хотите запросы, ну и как угодно играться с REST API. Вот, я послал простейший запрос, получил простейший респонс, вот, здесь еще много всяких крутых фич, но я не буду в это углубляться, потому что плохо их знаю, но все очень хвалят на REST Client. Давайте попробуем теперь остановить это и подебажить, чтобы я показал, как работает у нас дебаг .NET Core на Маке. Так, пум-пум-пум, build succeeder. Да, у меня здесь, какой у меня стартап проект, у меня здесь OrchardCordCMSWeb, найдем его через тот же самый SearchRV, OrchardCMSWeb, так же ты называешь? а, вот, вот он. Снавигируемся в Solution Explorer. А, вот у нас здесь есть эта штука. Так, я забыл здесь поставить breakpoint, видимо, извините. Ура! Оно работает, и мало того, StepIntExternalSource должен работать здесь тоже. Да, мы сейчас внутри сорсов, собственно, IcePanetCore. Вот, и если кому-то нужно что-то очень сильно подебажить, то он, наконец-то, может это сделать, можем здесь степаться. Вот, многим нравится в студии фишечка, когда вы можете перетаскивать курсор, тем самым степаясь назад. Вы точно так же можете сделать в райдере, либо так же перетаскивает drag-and-drop. либо вы можете нажать alt-enter, alt-enter это другая такая точка входа в наши фичи, это если search everywhere это то, что вы ищете в глобальном контексте, то alt-enter это все что угодно, но в локальном контексте здесь, то есть доступное конкретно сейчас под кареткой. Вот, сейчас у меня доступны какие-то дебаггерные экшены, на самом деле я могу здесь тайпить, сразу начать тайпить, я найду все экшены, которые мне нужны, например, не знаю, toggle breakpoint, я пишу breakpoint, вот, и я могу здесь поставить breakpoint, вот, вот, собственно, работа с breakpoint, я могу ставить breakpoint в javascript, в javascript я тоже могу дебажить, я это покажу, вот, удалять, могу ставить exception breakpoint, в принципе, здесь мы очень похожи на студию, значит, едем дальше, отпускаем управление, значит, мы сейчас запустили этот сервак, так, где мы там, ага, мы на localhost, что я хочу сейчас сделать, я хочу сейчас подебажить javascript, для этого, опять же, через ран конфигурации, я могу сделать новую ран конфигурацию, которая называется javascript debug, я не буду ее делать, потому что она у меня уже есть, я ее уже предусмотрительно создал, я ее здесь просто выбираю, и говорю debug, так, не говорю debug, так, не на будет панте вроде не стою здесь смотрю что это да вроде это все то может быть может быть это из-за того что у меня скромно какие-то глюки да че-то перестал вкладываться внезапно да собственно брейкпоинт я ставил в вот в таком прекрасном файле всем вам наверно знакомым по крайней мере всем кто с фонтеном и дело так давайте попробуем еще разок сейчас вот и мы попробуем просто запустить эту ранг фигурацию не параллельно с другом дебаггингом хотя принципе должно работать так web java script правильно правильно значить кучу закрою все хрома не работает они да конечно я же не запустил так все она запустилась теперь я выбираю и поехали да мы запускаемся но что-то не степаемся ну ладно не судьба за сегодня показать дебаггинг скрипта ну наверно что-то не деконфигурировал здесь вот но в принципе это как встроенный веб шторм функциональность она работает весьма надежно и сразу ладно спишем это на моем в облывании знания другая вещь которая у нас есть в из других продуктов которым устраиваем это поддержка дата гриппа дата грипп это наша идея шка для работы с разными совершенно разными диалектами SQL я покажу самые простые вещи здесь можно вот с помощью дата грипп функциональности можно собственно создавать редактировать таблицы писать на сиквеле принципе делать очень много чего и как и в любой jetbrain cde у нас есть хороший комплишен у нас есть хорошая навигация и много разных вещей вот просто иметь ввиду если у вас есть работа с базами данных то скорее всего от of the box у вас тоже будет здесь работать дальше 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 давайте все таки попробуем да смотрите я сейчас запускаю одну ран конфигурацию у меня сейчас сайт работает но параллельно с этим я могу вполне запускать теста дебажить их могу делать много раз вот опять же райдер позволяет из одного инстанции да я дебажит сразу несколько процессов параллельно давайте попробуем это поделать вот здесь есть как дима уже показывал юни тест explorer здесь все тесты не знаю выберем какой-нибудь из них это грипп сейчас закроем поставим здесь breakpoint скажем альтент идей баг да 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 это конечно было сложно потому что начале мы начале мы брали дебаггер vs кода да ура сейчас мы дебажим тест то история там была следующая немножко отступлюсь вначале мы взяли vs кодовский макрософтовский дебаггер engine для дебаггер нет кора вот который был значит за пложен на май гете то есть он был в паблик доступе ну и мы как у нас не было никаких сомнений что раз microsoft такие хорошие сделали dotnet core open source нам открытым то мы возьмем и возьмем здесь пор как мы используем мы сбил сейчас так мы можем дебаггер использовать вот через полгода этого использования и через полгода после того как в райдере мы это все включили и дебагдут над кора работал в райдере нам позвонил второй человек во всем див диве и говорит чуваки быстро убирайте это вы нарушаете лицензионное соглашение а этот nugget которым вы пользуетесь который в паблике он в паблике последний день и завтра мы его удаляем вот мы действительно посмотрели нам даже в голову не приходило посмотреть на конечно посмотрели на лицензию этого пакаджа но он цепляет несколько других один из которых действительно имеет лицензию в которой написано что он может использоваться только внутри линейки visual студии и visual studio for mac и никаким другом никакими другими идеями может быть используем но в общем да мы конечно опечалились сказали пользователям что дебага dotnet core в райдере не будет все пользователи тут же заспамили microsoft на тему какие они злые ужасные а мы не бедные несчастные в общем пока все это длилось мы написали свой дебаггер который намного круче вот собственно смотрите вот сейчас здесь в у меня есть тулак но ран и в тулак не ран у меня просто запущен без дебага до веб-сайт еще у меня есть тулак но дебага где я дебажу тест и я дебаж javascript он правда не работает но это я что-то там не додумал почему не работает я честно клянусь перед когда я готовился на все равно вот я могу точно так же запустить еще один дебаг юнит теста и также параллельно его дебаж и все это отлично будет работать кстати возвращаясь к вопросу там один человек спросил про мосбилд какой мосбилд мы используем наша философия здесь что мы не хотим также как и студия бандлить с собой билд систему почему потому что потом у людей возникает недопонимание почему у них на агентах делу них все крутится что-то билдится в студии нет или наоборот соответственно вы устанавливаете себе билд систему на машину будь то это над корр или моно или обычный фреймворк райдер просто работает с этой билд системы сам ничего не тащит вот что мы сделаем ближайшее время 18.1 мы сами запаблишим мсбилд свой собранный нашими руками чтобы если вы если у вас не если вы не хотите ставить мосбилд с серверов microsoft вы могли поставить мосбилд с наших серверов вот эта настройка она достаточно важная на к сожалению сильно скрыта build execution and deployment есть тулсет and build и в тулсет and build я могу выбирать каким тулсетом я открываю и бюджет проект также здесь можно сконфигурировать путь к money и путь к дотнету как известно их может быть много вот кстати раз уж я залез в сеттинге также как и в решарпере у нас есть механизм лейер вот так же вы можете управлять эти этими лейерами шарить их с командой и в общем здесь то же самое что почему привыкли в решарке вот ну окей допустим есть райдер который кроссплатформенный для кого тут уже супер фича у которого что-то чуть чуть лучше чем у студии собственно где же в чем основной поинт перехода со студии на райдеры если у меня допустим и так есть студия с решарпером казалось бы те же фичи и там и вот и этот поинт есть и вся команда райдера поэтому непринудительно абсолютно добровольно девелопит самом райдере и причина это на самом деле скорость потому что все то что все те тяжелые фичи которые мы любим в решарпере они здесь работают out of process и это значит что юайный трет он практически всегда очень очень отзывчивый намного более отзывчивый чем студии я быстро покажу фичи typing фичи не буду много времени на это тратить потому что все те же самые фичи есть в решарпере тут видимо все пользуются решарпером completion включая advanced completion да advanced completion он completed и добавляет импорт соответственно бум лайв темплеты которые ой лайв темплеты которые также раскрываются также работают они что я вообще делаю ну давайте проенумерируемся там по given file name вот post fix completion если вы любите в таком стиле программировать alt enter и со всеми возможными квикфиксами ну и прочее прочее surround with complete statement многие не знают про эту фичу к сожалению она тоже спрятана мы как-то придумал как сделать его более discover был например я открываю скобки и в данном текущем моменте я не хочу я хочу просто закончить эту линию скажем так и начать тапить с другой вот люди обычно нажимают одну кнопочку вправо точку с запятой enter и так далее не нужно это всего делать вот в решарпере замечательный фич называется complete statement которая все это делает за вас одним шорткатом причем плюс ее в том что она делает в самых разных контекстах то есть здесь допустим не нужно сравнительно немного там кнопочку вправо точку запятой enter бывает так что мне нужно знаю я пишу метод все я хочу сразу уже писать в теле методы вот опять же complete statement я внутри ну и много-много разных других сегодня мне кстати дима показал хорошую тему про complete statement внутри try catch сначала он делает мне еще один catch а потом он не делает final к чему я это все говорю к тому что все те tapping фичи которые к этому привыкли в шарпере они есть в райдере но они быстрее они чувствуются быстрее то есть completion чуть-чуть быстрее tapping практически как в исходе или саблами вот и и нету вот этих вот задержек в главном трыде еще одна очень приятная вещь в райдере которая которая как с помощью которой можно не закрывать идея это переключение бранчей вот когда мы пользуетесь студии студиями если у меня достаточно чека вот какого-то нового бранча где много чего поменялось в частности проекта то можно было смело закрывать студию делать это каком-то тулуле и потом заново это открывать потому что иначе студия мертвым колом зависала здесь это делается очень просто сейчас покажу как так я говорю control v vcs operation pop-up это такая штука которая говорит ну это самый часто используемые операции с висесом я говорю здесь branches во всех наших папах можно тапить а у меня есть вот такой вот бранч какой-то другой и я за ним чека очень ага он не говорит что у меня есть локальные изменения посмотрим какие они опять же смотрите здесь есть встроенный div здесь можно откатывать здесь опять же все вот решарперные фичи есть допустим это откатили и допустим мы говорим force check out вот то есть у меня сейчас переколбашивает примерно весь solution вот какие-то файлы у меня закрылись потому что они в другом бранче пустых нет но я спокойно могу работать у меня у меня работает также навигация как и раньше вот и все эти фичи которым я привык вот собственно да немножко теперь хотел вот конец нашего повествования рассказать в целом про райдер просто здесь игорь рассказал что есть люди которые на замарине девелопит возможно есть люди которые связаны как-то с юнити райдер поддерживают еще раз классический дотнет на винде он поддерживает кор на винде и не на винте на маке на линуксе он поддерживает мону для извращенцев на винде для нормальных людей на макосе и на линуксе мы поддерживаем замарин что мы умеем делать замарина мы умеем запускать его мы умеем дебажить мы умеем оттачиться к девайсам чего билдить разумеется и так далее чего у нас нету пока это превьюеров и дизайнеров для замарина этого нет но это в процессе дальше мы если здесь есть юнити разработчиком поддерживаем юнити это гендер движок такое тоже не шарпе и у нас там тоже забандованный плагин который добавляет кучу кучу всякой интересной функциональности именно для юнити то есть в принципе мы таргетим практически все что таргетит студия вот забегая немножко вперед мы также думаем о том чтобы интегрировать по этой шарпе c++ в райдер и чтобы получить out of the box поддержку всех секунд плюс фич в райдере тоже вот у меня наверное все рассказ был не очень большим но здесь понравилось спрашивается про тимплей про тимплейты а да забыл про тимплейт рассказать да извините смотрите тимплеты бывают ну помимо life тимплетов которые вы можете тайпить там не знаю которые показывал и которые могут кастомизироваться есть файл тимплеты новые классы новые джаваскриптовые файлы и так далее встроенный vcs опять же сразу говорит добавить таргет или нет есть опять же это все настраивается и конфигурируется можно сделать новые файловые тимплеты и сделать здесь все что хочется помимо этого есть проектные темплеты давайте сделаем новый новый проект смотрите здесь все проект разбиты по секциям над кордов на это за марин секция конечно все это пересекается друг с другом но будем считать что она инкапсулирует платформу нас есть платформа . у нас есть платформа полного фреймворка у нас есть платформа замарин допустим я хочу на над коре сделан а испанет web application вот я могу сделать самые разные типы мы здесь может быть кто слышал про новый движок который microsoft делает для темплейтинга мы полностью его поддерживаем подсасываем все что есть вот и с помощью него вы можете добавить новые тимплеты вот для вини тестов вы можете делать мстс x-unit вы можете делать n-unit если это не корр вот просто корный юнит еще не очень хорошего качества вот и вы автоматом можете создать подложить это под гид-репозиторий получить все висесные фичи сразу из 2 ну давайте покажу например новый новое веб mbc приложением да сразу хочу сказать что mbc корр на приложении там тысячи сборок куча контекстов поэтому именно создание тимплета не то чтобы lightning fast вот но затем последующие старты от открытия этого тимплета разумеется очень быстро дим ты же показывал открытие шартера именно открытие шартер горячий старт да просто чтобы люди понимали что открытие solution в райдере очень быстро вот да собственно вот этот проектик созданный он работает он дебажится и умеет кучу делать вот еще вопросы у меня есть вопрос к вам смотрите я ничего не услышал по поводу десктопа у вас какая-то поддержка или нет мы поддерживаем десктоп на приложение приложение просто круто да да vpf круто замал поддерживается также как поддерживаться в решарпер со всеми фичами замлевыми давайте создадим в пф приложение точно это можно было сделать час отсюда это же это же не винда здесь наверно нельзя это сделать что я увидел всего вашего дня это поддержки в последних последних классов и дизайна генеральтов потому что потом уже вебконфига студия делает мерч вебконфига основной и релиз и дебат версия как бы под элемент дерева у вас это плоская иерархия и как я понял похоже вас наверное похоже будет для design generated файлов для того же замыла например где группируется замал дизайном generated и обычный класс отвечу собственно у нас то у нас была я точно помню бага про то что не группировались и по моему ее пофиксили вот и принципе должно работать если это на 17 3 17 31 не работает то пожалуйста сообщите мы тут же пофиксим вот по поводу то есть это однозначно должно работать все механизмы для этого есть вот есть еще кастомный механизм в проч файле можно написать как бы так чтобы один айтем был под другим вот на самом деле это работает у нас вот например здесь по поводу в пф а блин я на маке я не могу здесь показать ничего замлевого наверно дима может показать короче говоря вся решарпинная поддержка земля с точки зрения компейшна резова навигации она есть из плюсов к 18 1 мы делаем новую супер фичу которая позволяет превьюить замль то есть вы пишете код замль и на лету у вас рендерится картинка и показывается вам такой лайвплеер круто это будет это будет 18 1 уже есть прототипы ну не прототип уже фича готова ну а можно будет расширять допустим допустим дополнительными сэншенами тот же иксид предоставляет экспресс контролы свои какие-то кирилл я не слышно алё алё да я просто я хотел сказать что это зависит от экстеншена то есть если экстеншен напрямую вклинивается в vde логику какую-то ну не знаю там новые кнопочки в дизайнеры ставят то конечно у нас это сразу не будет работать нам нужно договариваться с ребятами из дев экспресс чтобы они сделали такой же экстеншен у нас вот если же это просто какие-то фреймворки то так же как она работала там она также будет работать у нас сейчас мы особо не обсуждали с дев экспресс их конкретный тулбокс для студии смысле портирования их тулбокс или райдер может быть стоит об этом подумать нужно не просто часто случается да да мы пока вот мы все интегрировали то есть все по сути там 90 не знаю девять процентов функционаловых шторма она есть в райдер все абсолютно да именно так то же самое с датагрифом то же самое с новым решает про то же самое с новой идеей а что насчет 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 а что что ну недостаточно недостаточно производительная алё-алё-алё-алё-алё я оси лайн тормозит а проектная модель там какая там семейк или мсбилд или что-то ну вот тогда вы наш клиент собственно да в райдере это я думаю что не за горизонтом появится так поддержка пауэршелла пока нету смысле запуск пауэршелльных скриптов что что я не услышал из них да 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 есть такое называется идея скриптинг консоль так скрипт энджин сейчас нужно посмотреть как как так нет это точно не то нет 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 сейчас господи как это делать мне нужно поискать здесь точно была туза которая позволяет как бы записывать то что я делаю в некий скрипт и затем этот скрипт там не знаю шарить и запускать вот я сейчас наверное не вспомню но я давайте поищу и кинкать ну вот я что-то запустил он мне какую-то какую-то хрень показывают я просто помню там точно было что-то типа ран значит я там что-то делаю vde стоп и он записывает он показывает блин где же это было может плагин какой-то нужно установить короче я напишу ребят это точно можно делать это идея умеет делать вот и мы это опять же на халяву где подсосали кстати забыл сказать что мы также поддерживаем fsharp если есть любители fsharp а вот можно открыть fsharp создатель шарповый класс лайбры например пусть это будет консоль литератур а вот и шарп интерактив тоже крутая штука пока я показываю шарп есть еще вопрос может быть Да, да, есть еще один. В общем, у меня есть интегрэшн тесты. Суть в чем? Я понимаю Endpoint и Moist Express. Передаю туда же столбчик, он там парсится, заполняет мне базу и дальше я что-то делаю. Соответственно, для этого сейчас, в данный момент, мне нужно поднимать две Visual Studio. Одна у меня будет дебажить, вторая будет запускать этот тест. Я слышал там про параллельный запуск тестов. Это можно организовать с помощью этого параллельного запуска? Кирилл, сори, я тебя замьютывал, поэтому можешь размьютаться, пожалуйста. Да, я говорю можно, не проблема, просто все это настраивается в ран конфигурациях. Оттачь к первому, оттачь к второму, ран тестов в первом, ран тестов во втором и просто запускается и все. В этом большое преимущество, по сравнению с студией. При этом нужно понимать, что у нас не сингл, а такой же multi-instance.de. То есть я могу сказать, открыть в новом окне и у меня в разных окнах будут разные солюшены открыты. Вот, да, собственно, вот F-sharp и он прекрасно навигируется в декомпиленную на C-sharp. И здесь работает, ой, здесь работает completion, классно. Вообще все классно. Вот, кстати, еще такая очень крутая штука, которую мы забыли показать, называется Local History. Вот, Local History, идея и, следовательно, ReSharper сразу сохраняет все чинжи, которые вы делаете. Это можно, в принципе, отключить, но по дефолту она сохраняет. Но если вы хотите что-то откатить, то вся история всех чинжей во всех файлах, она тречится и она доступна через фичу Local History. И вы можете посмотреть каждый чинж, но здесь особо чинжей нет, здесь добавился файл. Вот, вы можете посмотреть, откатить каждый чинж и управлять ретроспективно изменениями ваших файлов. Очень крутая штука. Открыть мне, что ли, на маке тоже backend наш, ReSharper Generated. Вот это огромный solution, тут 250 проектов. Кирилл, у нас открывается, такой вопрос, а вы еще от Mono зависите, а на DotNet Core переписали? Мы пока бежим на Moni, на вне винды, пока еще мы бежим на Moni. И сейчас вот этот вот райдер, который у вас перед глазами, он на Moni запущен. Вот, мы однозначно будем переходить на DotNet Core, на Moni много там performance проблемы, постоянные дедлойки. Очень много времени уходит на поддержку Mono. Но мы хотим это сделать, ну, как бы, чтобы это сделать, нужно очень хорошее performance покрытие тестами самых разных сценариев, чтобы быть уверенными, что мы в performance нигде ничего не продолбали, и все хорошо. Вот. Ну и плюс к тому, если мы не продолбаем, а уж мы надеемся, мы выиграем, то написать блокпостик на тему того, что в следующей версии, на сколько процентов мы лучше. Вот. Да. Круто, спасибо. Круто, спасибо. Да, собственно... Это Mac здесь, USB-C. С удовольствием еще отвечу на любые вопросы. Он пока не загрузился. А, Кирилл, такой вопрос. Смотри, у нас здесь есть дебаггер для ремонт-дебаггера. Будет что-то такое в районе? Будет что-то есть? Ремонт-дебагг, к сожалению, как дебаггер докера сейчас не работает. Мы просто не успели это сделать. И мы сейчас этим занимаемся. Там, правда, сложно. Поэтому я думаю, что мы вряд ли успеем в 18.1, но в 18.2, скорее всего, успеем. Угу, теперь понял. Ребята, у кого-то какие-нибудь вопросы есть? Сейчас самое хорошее время задать. Кирилл, ты заменал? Да, да, да. Ну, во-первых, у нас есть ЯАП-программа. ЯАП-программа – это где мы даем ранние версии абсолютно бесплатно. И они достаточно, то есть мы сами на них сидим и сами пишем райдер. Это не какое-то там очень сырое-сырое нечто плохое, а это вполне работоспособные версии. И многие люди сидят круглогодично на ЯАПах бесплатно. Это первое. Второе. Для всех опенсорщиков мы даем бесплатные лицензии, в принципе, на все наши продукты. Вы связываетесь с селзами, вы говорите, вот у меня есть опенсорс проект, вот я такой-то, такой-то контрибутор, дайте мне лицензии. Третье. Для студентов, для академиков и людей, связанных с наукой, мы тоже даем бесплатные лицензии. Плюс для MVP, для Microsoft MVP. И, в принципе, это покрывает большинство кейсов по комьюнити-версии райдера. Поэтому пока, опять же, в связи с того, что у нас есть такие возможности, мы не задумывались о том, чтобы делать комьюнити-версию райдера. Кирилл, а еще вопрос, вот ты много упоминал, а есть какая-то публичная родмапа открытая, может быть, на ее треке как-то можно посмотреть, что планируется, что будет, может быть, как-то повлиять, какой-нибудь, ну, знаешь, там, голосовать за фичу или еще что-то, какой-то, юзер-войс и тому подобное. Есть что-то такое? Только ты забьет он, если что. Да, у нас, собственно, есть U-Track, это наш трекер, в котором можно просматривать все реквесты на райдер. Так, собственно, я сейчас залогиню, как, я залогинюю трек, но даже если вы не залогиню, вы все эти issue видите, вы можете здесь, вы можете здесь отфильтровать их так, как вам хочется, вот, например, видите, Entity Framework Support, да, вот, здесь куча комментариев, люди пишут, как они это хотят, в каких проявлениях, и они воутят, вот здесь вот 99 воутов. Это стандартный механизм у нас в компании, чтобы слушать, слушать фидбак от пользователей, вот, да, мы даем такую возможность. Соответственно, дальше вы можете создавать баги здесь, фичер-реквест, вы можете менять приоритет свой субъективный, да, ну, и мы стараемся всегда оперативно все это фиксить. Что еще, что еще, да, пожалуй, утрек, да, еще можно в твиттере написать. У нас есть твиттер, который, сейчас скажу, как называется, который мы постоянно третчим, и если кто-то ругается или хвалит нас в твиттере с этой пометкой, мы тут же это видим, мы тут же реагируем на это. Вот, да, вот у меня тут открылся наш мега-огромный солюшен. Вот, собственно, да, здесь, кстати, VB есть, некоторые VB проекты. VB, опять же, поскольку это ReSharper, то VB мы тоже получили на халяву, здесь все хайлайти, здесь все это есть. Вот, ну, и да, даже не знаю, что здесь показать, раз уж это document host, чтобы немножко, буквально чуть-чуть поделюсь кишками. Еще раз, как это сделано? Мы синхронизируем вью-модель всех фич, не каждую фич, а вью-модель. То есть, каждый текст, каждый тайпинг, каждое изменение в тексте мы как бы синхронизируем по обе стороны протокола. На фронтенд, то, что человек видит, и на бэкэнд, там, где ReSharper крутится в своем процессе. То же самое делается с кареткой, то же самое делается с хайлайтингами. Вот, поэтому сейчас, когда я на самом деле просто там тайплю и говорю Enter, происходит куча всякой магии. Бэкэнд ReSharper, он получает информацию о том, что человек сказал Enter, он делает TypeAssist, Invented, изменяет документ, а на фронтенде мы эти изменения документа получаем и показываем их уже человеку. Вот, достаточно, это, не знаю, если есть там самолеты первого, второго, третьего, четвертого, пятого поколения, истребители, знаете, то Raider это такая идея второго поколения, где впервые, можно сказать, до такого уровня вынесено все вне, и фронтенд оставлен сам по себе. Вот, вопросы. Есть у кого какие-нибудь вопросы? Выглядит так, что получить ответы, или надо еще, может, попрактиковаться? Може я... Алло, меня слышу? Да, 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 слышно. Може я там не так питаю, а скажу, я свою особенную думку про цього пробую працювати з тим Raider. Такое вражение, воно дуже похоже, знаете, на какие-то такие системы, как Eclipse, NetBeans, open-source. И на отличие от них, как Visual Studio, есть бывший Дельфи, там, как он сейчас называется, Баркадеро, или... Ну, и, скажем так, вот, Visual Studio, и это их дельфишные пакеты, и ДЕшки. Это выглядит, как автомобиль, который, типа, шел в салон, купил, взял ключик, зовет и поехал. Не образу вам, але ваш райдер виглядает, как, знаете, он вышел из салона, и взял ключик, и начал собирать. Там доделить, там конфидики сделать, там, знаете, там ему дать папочку с каким-то, он не понимает, где у него находится фреймворк. Там он не понимает, где у него находится еще что-то, и тому подобное, и тому подобное. В результате через 2 часа ты скажешь, ну, тебе нафиг, я возьму в Visual Studio Community, и что-денько то все сделаю. Так что, ну, это, собственно, мой досвид, не знаю, может, зараз что-то покращено, я десь боюсь, а там месяцы 3-4 тому назад, але не пошло воно мне что-то. Не, ну, здесь все должно работать, в принципе, из коробки, в этом смысле в райдере, то есть не нужно особо ничего конфигурировать. Те же самые ран конфигурации, которые я показывал, это что-то, что в дополнение идет. Если вы хотите что-то сложное, как вот человек спрашивал, он хочет дебажить одновременно два процесса. Вот, если я, например, создаю просто новый, там, не знаю, проект, я сразу нажимаю, как в студии, дебаг, у меня все автоматом создается, я сразу получаю дебаг. То есть здесь проблем быть не должно. Но, вот, дальше немаловажный момент, все, ну, то есть все солюшены, которые, часть команды, например, открывает студии, можно, другая часть команды может продолжать открывать в райдере, никаких проблем там не будет. Вот. Поэтому, не знаю, мне кажется, что здесь не должно быть никаких проблем. О, на самом деле, самое такое-то, чтобы признать, хватит. Да, я хотел добавить. Насколько я понял аналогию, тут говорится о том, что человек вышел из машины, вставил ключ и поехал на машине, да? У нас следующий подход. Мы все простые действия позволяем делать просто, там, создание, дебаг, ран. И сегодня, возможно, я показывал несколько advanced действий, и Кирилл тоже показывал. Но при этом у нас гигантская возможность лезть внутрь, разбираться, конфигурировать под ваши нужды. То есть, и насколько я понимаю, программисты – это не совсем, как бы, люди, которые ничего не знают про автомобиль. Программисты – это обычно, скорее, автомеханики, которые, как бы, могут заменить любой элемент в машине. Но при этом они могут точно так же ставить ключ и поехать, но могут заменить любой элемент, протеунинговать под нужную конфигурацию. Вот у меня такая мысль про эту аналогию. А, кстати, эти конфигурации можно сохранять? Репозитория, репозитория, вот Source Control? Да, 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 да. Когда я говорю здесь Edit Configuration, говорю Share, говорю OK. Вот, она появляется у меня под version control, потом я могу скоммитить просто в Source Control. Ну и, соответственно, люди это скачают, у них автоматом все взлетит. Та же самая рангая конфигурация. Вот. Ну, то есть аналогия тоже, что .NET Core CLI тоже CLI тоже не очень удобно, но очень удобно, пожалуйста. В студии это просто сонки по-нашему малой, не надо помнить помады. Картина вообще нету. Картина вообще нету. Кошмар. Кошмар. Да, да, именно. Да, да, именно. Как же вообще без мыши работать? Кошмар. Хорошо. Вы видите так, что уже вопросов нету и если не появится, то задавать вы уже знаете. Есть бюджет. Есть бюджет. Можно голосовать. Можно голосовать. Надо еще попробовать людям. Посмотреть, может появится какие-то вопросы. Какие-то вопросы. Так, опять я заберу на минутку. Вот. И тогда, наверное, скажем спасибо огромное Диме и Кириллу. Спасибо большое, что пришли, поделились, рассказали. Столько всего интересного. Будут вопросы, мы знаем, куда теперь задавать. Если что, будем пользоваться, будем давать фидбэк. Надеюсь, думаю, что еще. Потом там вы хотите новую версию, будут новые фичи. Может получится сделать какой-то тоже такой вебинар. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо вам, ребята. Спасибо, ребята. Было круто. Пока. Всем хорошего дня. Всем хорошего дня. Всем хорошего дня. Всем хорошего дня. Пожалуйста, попробуйте и напишите нам, что вы думаете, даже если это негативный фидбэк. Нам очень интересно послушать.